Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю видео с проверкой косметики Hello Kitty. Вот вы вообще знали, что у Hello Kitty есть, оказывается, своя косметика? И эта косметика даже не детская, а полноценная косметика, которая продается в Японии. Вы знали? Да, нет, да, нет, я не знала. Но когда я увидела в Японии огромные магазины с Hello Kitty всякими штуками, дрюлками, в том числе крокодиловыми сумками за полмиллиона рублей, я поняла, что косметика должна быть не менее элегантной, хотя крокодиловые сумки этот стой. В общем, подумала я и решила внезапно, что нужно мне взять и купить эту косметику. И купила я себе вот такой вот пакет. Давайте-ка посмотрим, что здесь находится. Но, конечно же, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Прежде чем начать тестировать декоративную косметику, я хочу попробовать... Во-первых, в моем вот этом вот замечательном мешочке Hello Kitty есть повязочка. Я ее купила просто потому, что ну как это можно было вообще не купить? Вы знаете, я не знаю, поэтому я ее взяла. Кстати, напишите, пожалуйста, вы вообще пользуетесь повязками, когда умываетесь? Или вы предпочитаете пользоваться каким-то заколочками? Или просто, может быть, хвост завязывать? Моя жизнь, она просто тупо разделилась на до и после, в момент, когда у меня появилась самая первая повязка для умывания. И это просто супер-мега вещь. Надеюсь, она такая же милая будет, как и в упаковке. А, ну, она выглядит как-то так. В принципе, достаточно миленько. Значит, сейчас пойду надену повязку, буду умываться и подготавливать кожу к вот этому. А потом мы перейдем к самому интересному. Ибо недаром я заплатила за это около 20 тысяч рублей. Насколько по шкале от 1 до 10 эта повязка выглядит мило? По мне так весьма мило. И она какая-то прям очень большая. По идее, должна хорошо закрывать лицо. Вот теперь лицо умыто. Настало время попробовать маску. Открываем. Но, скорее всего, она будет грибовая. Ну, верно, вы не понимаете, о чем я говорю. Но сейчас, когда я ее надену, вы все, пойдете. Я похожа на кота? Конечно, похожа. Мне говорят, что я похожа на халовый котет. А что думаете вы? Нет. Теперь тебе надо покушать из мисочки. Может, что, в ладок сходить предложишь? Та-дам. День настроения Hello Kitty. Ты дурак? Дурак. Нет, мам, я Hello Kitty. Не. Посмотрим, как это Hello Kitty будет Hello Kitty-ться. А пока можно позалипать в инстаграмчике. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Настало время снимать. Не могу сказать, что эта маска офигительно какая-то прикольная. Обычная маска. Но это, короче, скорее так, по приколу. Но если вы, правда, находитесь в этом прикол, я потому что нет. Next step. Бам. Я сняла маску, немного переоделась, потому что такую кофту я умудрилась каким-то образом усирать. Для начала хочу показать подарки, которые мне за покупки в Hello Kitty далее. Во-первых, вот такие вот стикеры. Во-вторых, вот такая вот маленькая косметичка, соответственно, с Hello Kitty. Больше гламура. А теперь давайте приступим к косметике. И шаг номер один, это, конечно же, тональный крем. Это тональный крем, который я купила. BB крем защитой SPF 50. Оттенок у меня самый первый, натуральный, бежевый. Надеюсь, под цвет мне подойдет, потому что было всего два тона. 0,1 и 0,2, 0,1 бежевый, 0,2 розовый. Соответственно, я взяла себе бежевый. И я себе к этому тону подобрала вот такой вот спонжик, тоже в форме Hello Kitty. Надеюсь, что будет классно. Давайте откроем спонж. О, кстати, он очень приятный на ощупь. Гораздо-гораздо-гораздо приятнее, чем я ожидала. Давайте откроем, собственно, наш тон. На упаковке я хочу сказать, что тут очень знатные. Вот так вот выглядит этот тональный крем. Здесь есть вот такой брелочек, который можно отцепить. Я так понимаю, повесить себе куда-то еще, если тебе на тональнике он не нужен. Просто потрясающий дизайн. Если честно, мне нравится. И хотя бы ради дизайна стоило это купить. Ой-ой-ой, походу с тоном точно не зайдет. Вот, цвет чего-то вообще не тот. Пахнет чем-то приятным. Не, ну спонж, конечно, это просто какое-то лютое издевательство. Потому что он очень неудобный. И вот, знаете, если можно было бы назвать вещь хлам, я бы назвала этот спонж. Я только-только начала растушевывать, но у меня уже огромные проблемы. Хотя форма у него удобная. Потом разрешили вот эти вот штук очень классно, например, разумно под глазами проработать. Если бы он еще и растушевывал, вообще замечательно бы было. А так, получается, бесполезная преблуда. Ты же был такой милый. Нам было так с тобой хорошо вместе. А ты так со мной обошелся. Фу, паскудный спонж. Бля. Вот что я возьму. Кисец. От цвета могу сказать, что несмотря на то, что тон изначально показался мне достаточно темным и оранжевым, он ок. Собственно, как BB крем, тон совершенно неплохой. А стоил он 2000 йен. Это плюс-минус 1000 рублей. В принципе, за такие деньги, учитывая этот великолепный дизайн, и объем достаточно большой, очень даже неплохой тон. Лайнер для бровей. Понятия не имею, что это такое. Посмотрите, как выглядит этот лайнер. Вот это дизайн, вот это упаковка. Кстати, после того, как вы досмотрите это видео до конца, напишите, какая упаковка, какого средства вам понравилась больше всего, потому что чувствую, упаковок много будет красивых. И вот сам лайнер для бровей. О, чувствую, сейчас будет ситуевина, потому что он суперсветлый. Блин, ну ладно, давайте тестировать, что там еще остается. Продукт реально прикольный. Мне он нравится, но в плане его дизайна и идеи, и концепции, но, блин, если рисуешь тонкую линию, блин, на этом отстое, то она просто не видна. Но если рисуешь толстую, то, как бы, я думаю, вы сами видите, что происходит. Брови просто твоей, моей мечты, потому что все мы мечтаем о таких изумительно великолепных бровях. Например, нет. Опять эта палка-сиялка упала. Как она меня достала. Большая гламура. Надеюсь, что следующий продукт, а это будут тени-тени, окажутся классные. Тени уже стоят целых 3000 йен, то есть где-то 1500-1700 рублей. И выглядят эти тени просто... Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже зеркало есть. Я, честно, даже не рассчитывала. Предлагаю сделать какой-нибудь кавайковый макияж, потому что не кавайковый макияж, такими тенями делаться не хочется вообще. Возьмем красные тени и как фигарнем... Кстати, внезапно очень кажется пигментированными тени. О-ля-ля! Да, они реально супер пигментированные. Что это за детская косметика такая? Офигительные тени! Мама! А-а-а! И цвет такой, как я люблю. Просто из серии «Я болела, не бейте». Растушевываем в оранжевый. Еще и тушуется прекрасно между собой. Сумма сойти, я вообще не ожидала. Желтоватым оттенком, как вы уже поняли, я выбеляю центр глаза. Очень освежают хорошие тени, прям максимально. Теперь, собственно, на нижние века я буду творить максимальную приблуду, потому что буду делать эффект кавайкового макияжа. Беру красные вот эти вот наши темно-оранжевые тени, наношу их прям очень-очень-очень-очень много на все нижние века. И растушевываю в оранжевый, а потом буду растушевывать в желтый. Растушевываю по направлению вниз к центру глаза. Хочу сделать эффект таких очень-очень воспаленных глаз сейчас. Потом объясню для чего. Это тактика. Добавляю самую каплю коричневых теней вот сюда вот в уголочек. Кстати, коричневые тени внезапно тоже оказались очень ок. И растушевываю по направлению вниз чуть-чуть. И, конечно же, этот цвет тоже нужно растушевать, чтобы не было резких границ переходов. Та-там! Next step! И дальше будет тушь за 1800 йен. Шо примерно 1900 рублей. В плане 900 или 1000 рублей. Давайте ее откроем. Ага, щеточка необычная. Ну, ясно, эта тушь, как бы она есть, но как бы ее нет. Для любителей, ну, прям супер естественных ресниц, на которых типа ничего нет. Мне такое не нравится. Кстати, когда вы досмотрите видео до конца, ну или сейчас, пока я крашу ресницы этой замечательной тушей, напишите, какую косметику вы бы еще хотели, чтобы я протестировала? Какой бренд? Нижние ресницы просто ужас. Все пятнит, все оставляет пятна. Да еще и не красит нифига толком. Отстойная тушь. Фу-фу-фу-фу, такой тушей быть мерзкой. Плохая, киса, плохая. Тушь была плохой, но вот на самом деле очень сильно тени компенсировали вообще все мое впечатление, поэтому, надеюсь, дальше не будет сильно плохих продуктов. Больше гламура! Собственно, следующий продукт. Это вот такой вот лайнер красного цвета. Я специально купила лайнер красного цвета, просто потому что у меня нет красной подводки, но я считаю, что она должна быть. Очень и очень симпатичная подводка, прикольного цвета и приятной достаточно текстуры. Ну, цвет на самом деле у нее не столько бордовый, сколько такой розовато-перламутровый, да, внезапно розовато-перламутровый. Собственно, что хочу сделать? Я хочу нарисовать маленькие сердечки или маленькие звездочки, еще пока не решилась, или то и другое, которые как будто бы вытекают из моих глаз. И теперь хочется на все это добро добавить, конечно же, пудры. И пудра, у меня опять нет слов, потому что это еще более пафосно кица. Надеюсь, пудра будет такая же крутая, как тени. Она у нас оказывается многослойная и просто... Ах! Здесь рисунок Hello Kitty, прям на самой пудре. Классно, очень классно. И здесь два слоя под спонжик и, соответственно, под саму пудру. Спонж прям идеальный, как я люблю. И в пудре, кстати говоря, есть тоже 50 SPF. Блин, так жалко эту киску терять. Звучит очень пошло. Не, пудра совсем не как тени. Она очень-очень-очень плохо ложится. Ее очень мало наносится. Блин, она очень сильно пудрит. Пудра-то мне не понравилась. Сколько стоила пудра? Давайте посмотрим цену. Пудра стоила почти 3000 йен. Ну, где-то 1700 она рублей стоила. Дальше у меня будут румяшечки. Вы эти румяшечки уже видели. Я их покупала еще тогда, когда была в Токио 3 года назад, да. Набираю два оттенка между собой и прям фигарю вот сюда вот наношу подводку. Заодно проверим, насколько она нестираемая. И, конечно же, нанос, потому что дальше будет прикол. Собственно, теперь я возьму пластыри. Кстати говоря, какой бы выбрать из этих двух пластырей? Этот или этот? Я думаю, что этот будет смотреться интереснее. Совпали ли у нас с вами видение или нет? Признавайтесь, вы выбрали тот же пластырь, что я или другой выбрали, который в клеточку был? Что ж, и последнее, что было у меня в этой сумочке, это вот такой вот набор. Здесь, как вы видите, зеркальце и вот такая вот штука. И это, как вы понимаете, помада. Почему просто не все помады в этом мире выглядят так? Ну, это же великолепно. Цвет, конечно, что-то мне не очень нравится. Но да ладно, выбирать не приходится, потому что вариант только один. Нет слов, одни эмоции. Ребята, это была охренительно крутая вообще просто фигня. Не знаю, как описать степень того, насколько меня вызывает большие смущения эта косметика, потому что, с одной стороны, она реально клевая, с другой стороны, она вообще нифига не клевая. И мне больше всего понравились тени, больше всего мне понравилась подводка, и мне понравился тон. Ну, так, плюс-минус. Все остальное было специфичным. Но просто вот ради вот этого, вот тут просто не жалею ни копейки денег. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы считаете, у меня получился хороший макияж или отстойный? И хотели бы вы себе что-то из этой косметики или нет? И, конечно же, стоит ли эта косметика своих денег? А я на этом с вами не прощаюсь, потому что у меня есть огромное количество видео с другими обзорами. Вот они, кстати, тут уже, они уже наступают! Лежу как бабища из Плейбоя. Я бы хотела сделать проверку косметики из Диснейленда. Такое. Идеально будет просто для того, чтобы ее купить какой-то школьнице. Но только не той, из категории ш-ш-школьница. Продолжение следует...